Сначала мы там долго обсуждали, что же мы такое можем сделать, на ней не видеть, было куча идей. Мой напарник хотел чуть ли не... Ну, сейчас я все-таки, чуть побольше, можно еще. Чуть ли не покорял, ну, покорять мир, сделать искусственный интеллект. Потом мы... Да, он говорил, мне хочется заморочиться математикой, потом мы как-то сошлись на том, что давайте как-то мы будем более приземистыми. На этом этапе он, собственно, и пропал. Ну, то есть, как пропал. Просто я его больше не видел вживую. Мы общались только дистанционно. Но при этом, значит, мы на последнем нашем обсуждении сошлись на том, что мне очень хочется сделать виртуальный язык программирования. Есть так называемый школьный язык программирования, который называется кумир, он русский. Его удобно использовать с детишечками. Время начали копаться, выяснилось, что есть очень много тонких моментов, и на это нужно убить очень много времени, если нужно делать все качественно. Выяснилось, что время не вот так, чтобы сесть по-взрослому, и это все работало, работа онлайн, что ты вводишь, он там капеллировался. Все это... Просто времени физически нет. То есть, это там... Мы решили, что давай это сделаем там чуть позже. Параллельно был вот такой проект. Значит, суть проекта такая. Есть вот такой сайт, который называется Кловагонка. Может быть, кто-то из вас видел, говорите. Обучает людей быстро печатать. Ну, давай. Значит, вам показывается текст, у вас как бы есть машинка, и там эта машинка едет так быстро, в зависимости от того, насколько быстро она печатается. Единственное но. Единственное но этой штуки в том, что машинки не очень красивые. То есть, в зависимости от того, насколько быстро она печатается, такая, как вот эта машинка. И там есть рейтинг, там, до 100 знаков, 200, 300, 400, там, сверху, вот. Так вот, ну, там, Запорожье, да, там. Я за 100 крылся на этапе ВАЗ-2104. И меня прям съело. То есть, а это от 200 до 300 знаков. То есть, я наблюдаю на 270, и все, и все. Вот, быстрее у меня уже пальцы, там, ну, и нет. То есть, а я не могу. И потом, слушайте, ну, надо же как-то вот, обучаемся надо, как-то все сделать. Есть библиотека, которая перехватывает нажатие клавиш и вводит. Ну, казалось бы, осталось только распарсить, взять текст. Значит, на этапе распаршивания оказалось, что текст здесь не хранится на сайте, он появляется динамически. При этом не просто появляется динамически, они подменяют буквы. Они вместо русских букв подменяют, похоже, английские буквы. Ну, автозамена, там, да, он сверяет, с какого языка, с каким кодом символ делает именно русский. Выяснилось, что есть проблема, и эту проблему я потом уложу в другом месте, что буква Ю и буква Б не транслетируются с русского на английский. То есть, я вожу русскому Б, а он ставит английскую запятую. И все, и это, то есть, это вообще был космос, потому что я переключал раскладку клавиатуры, ну, как будто там скрипт переключал раскладку, печатал одну буквку, переключал обратно. То есть, там была сверхмагия. В общем, в итоге, было потрачено много хороших выходных дней, но в итоге у меня получилось, ну, то есть, там был скрипт, который действительно все это делал. Дайте я покажу свою машинку. В общем, максимум, что я сумел выжать из скрипта, это 426 знаков. Покажите мою машинку. И у меня там теперь ауди-тт, желтый. Но неоптимизированный код выдавал 311 знаков. То есть, вот там много-много часов, но это вот такие. Ну, а вот есть люди, у которых там совершенно космические машинки. Вот, у меня там ауди-тт. Но это была, как бы, такая, условно-побочная штука. Основной темой проекта, о которой мы потом все-таки договорились с моим коллегой, который незримо со мной болеет от 40 температур. Есть несколько сервисов отложенного чтения. Самый известный это Покет и Инстапейпер. Суть которых в следующем. Вы сохраняете либо с десктопа, либо с телефона статью. Он ее скачивает, ну, как правило, на телефон. Грузит в кэш, и все, у вас есть интернет, нет. Вы можете открыть, прочитать. У них чуть-чуть разный функционал. Вот там фишечки-плющики у них чуть-чуть отличаются. Доступность или недоступность. Но суть такая, что просто статью можно скачать себе, там, в метро, если вдруг отвалился Wi-Fi, еще где-то, где не ловят. Открываешь и перечитываешь все статьи, которые тебе понравятся. Ну и суть была сделать Телеграм-бота. Ты читаешь какую-то новость, просто перекидываешь ее в боту. Бот добавляет тебе в Инстапейпер. То есть, вот, Покет-бот, он сделан достаточно хорошо и красиво сделан, а бота на Инстапейпер, который хорошо работал, на тот момент я не нашел, и мы начали пилить его. Вот. Ну и у нас на данный момент он в том или ином виде работает. Он работает не на 100% всех возможностей функционала API, Инстапейпер, но сам факт того, что вот пересылаешь в форму, видишь, статью, он ее сохраняет, и потом уже через первый телефон открываешь, читаешь, и все, все, и все. То есть, ты напидаешь лейк, а он себе... Да, он, в смысле, распарсивает, берет это, закидывает, тебе скачет, и все. Как логин происходит? Что? Как логин пока он происходит? Значит, там с логином как раз все сложно, потому что у этого сервиса дурацкая авторизация. Должен физически не дать логин-пароль, он из них делает токены. Но он это делает напрямую, то есть, ты прям вживую ему должен дать логин и пароль. Что? Это то есть авторизация. Да, да, у него там других каких-то пробросов, сквозных пробросов у инстопоперов физически нет. Потому что должен дать вживую, и вот один из вариантов, как это сделать все нормально, что не делать через историю, а делать через инлайн-режим, чтобы логин и пароль один раз отдал, и все, и уже мы храним на своей стороне, на стороне сервера только токены. То есть, нам логин и пароль не нужны, и как бы нам физически один раз выкинули. Но так как она остается в истории бота, то лучше его просто удалить, и все. Из истории удаляете, и как бы у нас его нет, у нас есть только токены от вашего логин и пароля, и они работают. Вот. Вот, собственно, все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...